Ну шо, в шкилу завтра, да, обидно, да, да, получается, или, или, или чё, или как вообще выходит, да, блядь, пизда, 18 числа, а, в Украине 18, ну да, мне ж, блядь, 90% людей из Украины, точно, я их забыл, слава Украине, блядь, а, Москва, а, ну ладно, Просто пишут, в Украине 18, теперь, оказывается, в Москве, Москва, это Украина, что ли, асу, ненавидел школу, когда я учился, блядь, я просто презирал и ненавидел школу, я не то, чтобы пропагандирую ненависть к учёбе, к школе, да, ну я просто, как бы, рассказываю вам, как жил я, какие были мои ощущения, ребята, какие были мои ощущения, когда я был школьником, они были максимально негативные, максимально неприятные, вот, Я каждый день просыпался просто в ужасном состоянии, настроении, и шёл в эту ебаную школу, я просто мечтал, чтобы это поскорее закончилось, и как же я радовался, что это наконец-то закончилось, и как же я до сих пор рад, что эта сука закончилась, плюс я учился ещё плохо, ну опять же, это следствие того, что мне было похуй на школу, мне абсолютно не нравилось учиться, Да, я и в целом, как бы, знаете, не усваивал предметы вообще никакие, абсолютно, то есть у меня почти по всем предметам были двойки, вот, и даже когда я ходил к репетитору по алгебре, да, я ходил, вот, то есть даже когда я хотел и пытался учиться, у меня просто это не получалось, то есть я, ну, видимо, или настолько тупой был, Или мой мозг так устроен, что он просто не воспринимает никаким образом, вот, подобный вид, скажем так, обучения, да, что вот, ну я просто не мог, то есть даже когда я ходил к репетитору, даже когда он меня пытался учить, я просто, я сидел, и я, 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 я сижу, втыкаю, и я просто не понимаю, может быть, это связано с тем, что я, ну, как-то, знаете, потерялся в этой учёбе, где-то начиная с класса четвёртого, И мне, чтобы всё понять, нужно было тогда заново начинать, заново с четвёртого класса и опять по новой, как бы, всё изучать понемногу, а не так, что, типа, я хуёво учился все классы, а тут мне, как бы, в девятом такие, на, говорят, давай вот это сейчас будем учить, а я такой, ебать, извините, я даже таблицу умножения не знаю, вот, то есть, ну, настолько это было прям хреново для меня, вот, эм, а если говорить про начальные классы, чтобы вы понимали, да, то есть у меня, Батя строгий был, я когда получал двоичку, он мне пиздил, вот, он меня пиздил за это, вот, ну, так нормально, так знаете, вот, осуждаю, конечно, да, ну, как бы, да, и, и на самом деле, это, ну, скажем так, ну, имело свои последствия, От этого только хуже становилось, потому что по итогу я еще и боялся домой возвращаться Вот А в начальных классах, я помню, вообще была жопа полная, да, то есть он прям жестко так меня, можно сказать, херачил Я помню даже момент, когда мы сидели Что-то я делал, короче, я тогда еще учился цифры писать Я сижу, значит, пытаюсь писать цифру 2, учусь писать цифру 2, а он сидит рядом И если у меня не получалось, например, ее написать ровно и красиво Ух, как мне поебал, на нахуй Я аж, блядь, на пол, короче, с дивана укатывался Вот, я такой, хова, сажусь опять Я сижу, у меня рука, блядь, трясется, то есть мне страшно, блядь, я пытаюсь писать Короче, ну, воспитание у меня было жесткое, понимаете, воспитание у меня было жесткое Ну, поэтому в итоге я вырос таким охуенным челом, понимаете, да То есть если бы, возможно, не подобное жесткое воспитание, возможно, я бы вообще был дебилом Но в то же время, в то же время, от этого я лучше учиться не стал Возможно, даже хуже Потому что, как я уже говорил, я начал бояться Бояться возвращаться домой после школы Особенно, когда я получал двойку, да Вот, и когда, ну, например, у меня батя уходил на работу в ночь То есть он работал с утра день На следующий день в ночь То есть он вечером уходил и всю ночь работал И, блядь, что Я после школы, значит, бывал периодически Просто до вечера где-то гулял И ждал, пока он на работу уйдет Чтобы в итоге вернуться домой Вот Ну, вот так вот Поэтому На будущее вам, дорогие друзья Если вдруг у вас будет ребенок Не нужно так делать, потому что по итогу Не очень это, в общем-то Возможно, сестра, кстати, моя Тоже начала, вот, знаете, такой вот хуевый образ жизни вести Впоследствии из-за этого Потому что он ее тоже, как бы, там, пытался таким вот образом воспитывать А она тоже начала Ну, как бы, там, бояться, понимаете Там, домой не приходила из-за этого периодически Там, нашла какую-то себе подругу Которая, собственно говоря, ее и Подсадила на всю эту хуйню Ну, вы поняли Ну, там Быдло, ты ебаная, бля Нехороший образ жизни, в общем Эм, да, поэтому Ну, опять же Самое важное Это То, с кем ребенок общается Следите за этим Вот сестра начала общаться с какими-то, бля Долбоебами И все Ведь со мной же так не случилось Дяд, нормальный в итоге Ну, как нормальный Нормальный, бля Нормальный Наркоманом ведь не стал Все нормально А так, если что, батя у меня Охуенный Не надо тут это Самый, если что Просто, ну Бывают времена тяжелые Понимаете, как бы Все нормально Все, охуели Башкой мотать, бля Все как Голову почешу, бля А то, что-то голова зачесалась Я не понял Вы что, охуелишили? Я тут что-то снял Эти цапи на мне Эта сука так манит Закаменел Будто каменный камень И вообще, не забывайте Что я вам должен Тринадцать цапок Субтитры сделал DimaTorzok